На 12 июля назначена премьера короткометражного документального фильма о подвиге танкиста жителя Мордовии. Уроженец села Сабанчеева лейтенант Иван Гусев – пример мужества и самопожертвования. А его подвиг – главный символ Прохоровского сражения и всей битвы на Курской дуге, переломившей ход Великой Отечественной войны. О нем известно лишь достаточно узкому кругу людей. Это призвано исправить картина «Пламя. Подвиг на Курской дуге». Герои есть, а на самом деле о них мало кто рассказывает, мало кто показывает. И оно, я помню слова Владимира Владимировича Путина, что он в свое время сказал, надо, у нас очень много замечательных подвигов, надо их вытаскивать, вот эти подвиги из архива и рассказывать о них. Картина должна рассказать о подвиге Ивана Гусева большому числу зрителей. Вся съемочная группа ощущает большую ответственность. Герой должен быть живым, настоящим. Важно достоверно показать и сам его подвиг – самопожертвование во имя общей победы. Команда «Пламени» основательно прорабатывает каждую деталь картины, чтобы избежать неточностей и разночтений. У нас фильм документальный, но с элементами художественными. И сейчас, на данный момент, процентов на 80 съемки прошли. Сейчас художественную часть мы снимаем, там и танки используем с участием главного актера. Подробности сценария и от снятых сцен создатели пока держат в тайне. Известно лишь, что в основе этого фильма лежат дневники Ивана Гусева. Благодаря этим записям авторы смогли воссоздать личность героя, его мечты и надежды. Стоит отметить, что фильм должен был выйти к 75-летию Великой Победы. Но из-за пандемии премьера была перенесена. И она состоится в этом году. Мы хотели бы приурочить этот фильм, что битва на Курской дуге отмечается 12 июля. Мы все знаем, что эта битва продолжалась не один день, но именно 12 июля – это день памяти битвы на Курской дуге. Благодаря кропотливой работе съемочной группы, фильм «Пламя. Подвиг на Курской дуге» покажет зрителям еще одну героическую страницу истории России. Танковый таран лейтенанта Гусева. Артем Комаров, Евгений Фролкин. Народные новости.